Для Вероники Сивидовой слёт добровольцев событие долгожданной 11-классницы из Ахи состоит в волонтёрском движении «Острова». Однако уже успела доказать самой себе, делать добрые дела – её любимое занятие. Это как-то затягивает. Очень такая добродетельная работа, что ты хочешь только помогать и творить добро. В школе помогали, всякие акции проводили по городу, которые возможны. Делали добро людям, вопросы всякие проводили. Волонтёрский корпус 70-летия победы в Великой Отечественной войне был создан почти год назад. За это время под эгидой корпуса прошла масса мероприятий. Акцию «Свеча памяти» транслировали по всем каналам страны. Сахалинские добровольцы в этом году вошли в тройку самых ярких волонтёрских движений России. Более того, волонтёрский корпус работал не только в рамках волонтёров победы. Ребята работали и в социально значимых направлениях. Это экология, это благоустройство, детские сады, дома престарелых, дома приюты кошечек, собак. И много-много ребят проводили различных акций. То есть мы не варились в одном направлении, мы были очень разносторонние ребята. Движение добровольцев – это чётко скоординированная команда. Как её создать, рассказывает Юлия Селенко. Она тоже когда-то начинала свою карьеру простым волонтёром. Сейчас девушка является всероссийским экспертом в области добровольческих движений. Если раньше волонтёрство было именно порывом души, ну только порывом души, и оно было не системным скорее, а хаотичным, то сейчас всё-таки приходит понимание, что это большая ответственность, и поэтому ребят нужно готовить и нужно вводить в процесс. Итоговый слёт волонтёров продлится несколько дней.